Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Сегодня 26 апреля 2022 год. Слышите, как поют птички, петухи вас приветствуют. На сегодня, вчера я смотрела, должен быть был целый день дождь. Но, увы, синоптики ошибаются в последнее время, что-то уже очень часто. И я этому рада. Слушаю соловья, слушаю петухов, сижу на солнышке. Это я сейчас в тенёчек зашла, чтобы вам поснимать. И покажу, чем же я начала здесь заниматься. Во-первых, отвечу на комментарий, который меня вчера немножечко рассмешил. Мне люди писали, что вот эти поросли – это косточки от выплюнутых, но от скушенных слив. Друзья, это не так. Это совсем не так. Вот, посмотрите, корень. Видите? Корень. Он очень толстый, там, я не знаю, ну, в пальце 3-4. И вот он идёт от пенёчка. Видите? Тем более, я хочу сказать, в этом доме после ремонта мало кто жил. И я не думаю, что здесь столько косточек. Ну, если только с дерева нападали. Ну, извините, тогда уж очень большой расклад. Так что это не из косточек. Это поросли идут от корней вот этих бывших деревьев, теперь пеньков. Вот. Поэтому я с ними борюсь. Ну, а теперь давайте перейдём к моей сегодняшней работе. Начала я вилами. Вот, видите, вилами я вот так вот поднимала клубничку. Вот она, красавица. Поднимала вот отсюда. Здесь лежат вот вилы. Вот уже сколько я выкопала. Осталось вот это. И когда я дошла до этого клочочка, подняла вверх голову, ещё раз посмотрела на эту бедную, умирающую яблоньку. Но мне так жалко её спиливать. Хочу хотя бы, ну, пусть пару лет она, может быть, ещё протянет. А мы тем временем посадим новые яблоньи, да, и другие деревья. Вот посмотрите, сколько на ней яблок. Даже вот, я не знаю, видно вам или нет. Вот вся макушка усеяна в яблоках. Конечно, их никто не собирал прошлой осенью. Так они и засохли. Одно яблочко я нашла здесь. Оно упало. Оно очень вкусное. Жёлтое такое большое. Может быть, это Антоновка. Не знаю я, что за яблоня. И она уже вся, друзья, посмотрите, она вот-вот распустится. Ну, как? Как вот можно её спилить? Мне, в общем, стало жалко. И вчера я её немножко подлечила. Во-первых, прочитала все ваши комментарии про муравьёв. Обязательно что-то куплю. Борную кислоту запомнила. Муравьед там, ещё что-то. Но вчера вот это дупло, вот видите, я залила гипсом. У меня же есть гипс. И я решила немножечко помочь. Может быть, не сильно. Но два кувшинчика я сюда жидкого гипса залила. Ой, посмотрите, какие у меня перчатки. Это я просто сейчас сняла эту руку. Вот с такими коготками правая перчатка. Очень удобно рыться в земле. Вот видите, застыл гипс. И они уже... Вчера здесь ничего не было, а с вечера был вот чисто вот такой... Вот такой вот раствор гипса. Видите, сколько они уже понатаскали. Это вот падает оттуда с дерева. Ну, во всяком случае, дно корня яблони я залепила гипсом. Всё как у людей. Кстати, про перчаточки. Покупала в фикс-прайсе. Они прорезиненные. Очень удобно. Стоят 75 рублей. Это, может быть, кому-то информация будет полезна. Ну и вот. Подняла я вверх голову. И увидела совсем засохшую ветку. Совсем засохшую. Пошла в сарай. Достала лесенку. Вот здесь была единственная лесенка. Небольшая. Конечно же, мы будем делать хорошую лестницу, чтобы на крышу можно залезть. Но поскольку крышу будем ремонтировать, и, конечно же, нужна добротная такая лестница. Будем покупать хорошие доски и сами делать. Залезла на вот эту яблоньку. И вон там, вы видите, пенёк. Вот он свежий. Неудобно было пилить с левой руки. Но по-другому стать я не могла. Всё-таки я её отпилила, эту ветку. Немножко облегчила яблоньке жизнь. Посмотрите, что это за ветка. Какими мхом или плесень, я не знаю, что такое вот горчичного цвета. Видите ветки? Вся сухая. Вот. Короче, сначала, конечно же, мне нужно было удалить эту ветку. А потом уже заниматься клубникой. Потому что, думаю, я сейчас её рассажу. Всё будет у меня здесь красивенько. А потом начну пилить. Всё это начнёт падать, вытаскивать. Всё опять затопчу. Поэтому вот остановилась я выкапывать клубнику. Вон она пила лежит, которой я пилила. Эту ветку. Ну вот ещё мелких напилила. Видите, сколько? Это вот всё паразиты ветки. Которые нужно обрезать. По-хорошему, конечно, её хорошо бы нужно обрезать. Но убрала вот эту сухую. Она вся пропавшая. Видите? Вся пропавшая. И бедненькая. Вот засухшие яблочки. Даже на ней в том году были яблочки. Моя ты ласточка. Сейчас оттащу это в ярок туда, за огород. Не буду ничего отпиливать от неё. Хватит уже этих фруктовых деревьев. Суслаков сколько не съедим. И сейчас вам покажу, как я вчера замульчировала вот ту делянку клубники. Вышла в полисадник. Вышла там за дом. И нарезала травки. Видите, какая красота. Замульчировала. Теперь она не так будет сохнуть. Под ней будет, под этой мульчой сохраняться влага. Вы мне писали там, что очень часто я посадила клубнику. Ну, может быть. Может быть. Не спорю. Ну, как посадила, так и посадила. Уже очень хотелось попробовать клубнички. Сегодня по плану ещё сделать, продолжить парничок сделать. Уже перчик хорошо подрос. Прям очень хорошо. Его бы уже высаживать. Но надо подготовить, куда высаживать. Всё-таки я хочу под укрытие его пока что высадить. Ну, чтобы затенить. Ещё надо будет съездить в светофор. Купить этот затеняющий, как он называется, спатьбонд. Не знаю, правильно назвала или нет. Ну, короче, укрывочный вот этот материал. Вчера залезала я и сюда. В общем, покупала я в семенном огурце щедрик. Они какие-то были чем-то обработанные. Розовые. Я ещё удивилась. Думаю, обычно семя огурца белое. В общем, друзья, щедрик назывался огурец. Ни один не пророс. Ни один. Короче, вчера здесь опять пересеяло. Какие-то нашла семена. Французские корнишоны. Ещё там какие-то. Ну, в общем, намешала здесь всего. Может быть, прорастут. И эти семена были белыми. Вот моя телогречка. Но сейчас уже так тепло, что я её сняла. Вот видите, какое там дуплище. Жалко. Жалко мне яблоньку. Конечно, если бы мы были здесь раньше, я бы не допустила вот такого съедания. Это короед поел муравей. Нужно было обрабатывать сразу. Ну, что сделаешь? Что досталось, то досталось. Видите, сколько там яблок. Очень много. А сейчас ещё хочу пройти с вами. Рассказать одну информацию. Как можно сделать удобрение, фитоудобрение самим. Вчера ещё вот здесь я работала. Здесь было столько одуванчика. Не знаю, весь я его вырыла, не весь. Тут тоже очень хороший клочок. Это вот комната, окошко выходит из рабочего кабинета. Вот даже в окно. Не знаю, получится или нет. Посмотрите, какой там перчик хороший. Видите? Уже прям очень хороший. Вот перчик у меня в этом году получился. Вот. И вот здесь выкапывала я весь этот одуванчик. И складывала. Вот там стоит чёрный мешок. Это я тоже подсмотрела на ютубе. Удобрение называется «Зелёный чай». Вот это вот всё одуванчик. Сейчас я... Ух, тяжёлая. Сейчас поставлю на солнце. Ну, вчера там было солнце. Оно, конечно, повернётся. Вот. Короче, что нужно сделать? Все удобрения... Все удобрения... Сейчас я вам... А, нет. Не развяжу, друзья. Если только на паузу нажать. Ну, короче, не буду развязывать. Кто там не знает, что такое одуванчик. Да нет, придётся уже развязать, потому что воздух теперь надо выпустить. Сейчас, секунду. Вот, друзья, развязала, чтобы показать. Здесь и одуванчик вместе с корнями, вместе с землёй. Ну, конечно, отряхивала землю. Вот. Вон они корни. Всё здесь. Нужно вот так вот сложить. И хорошенько... Видите, там уже ферментация пошла. И хорошенько выпусти воздух, завязать. Обязательно мешок должен быть чёрным, чтобы притягивало солнце. И поставить этот мешок на солнце на два денёчка. Чтобы там всё спрело, начался процесс гниения, процесс ферментации. И потом эту смесь заливать водой и немножко настоять. Ну, вот, называется удобрение зелёный чай. И потом этой жидкостью, естественно, пропустив там через какой-то фильтр. Но она вся внизу останется, эта трава. Жидкость, которая получится, чай, так скажем. Поливать, подкармливать ваши, да что угодно. Рассаду, деревья, клубнику. Всё, что угодно. Так что сорнякам тоже надо сказать спасибо, что они есть, что они помогают потом удобрять наши растения. В общем, вот так вот вчера я занялась ещё и приготовлением зелёного чая. Помните, сколько здесь было... О, вот, представляете, какой корень я вам сейчас покажу. Всё равно отломился. Вот это лопух, колючка эта тоже здесь выкапывала. Надо было бы тоже его кинуть. Посмотрите, сколько там. Вот ещё нужно сейчас пролезть. Сейчас добавлю в этот мешок. Возьму секатор, пообрезаю вот здесь шиповник. Вот он, клён вырос. Вот, видите, клинки. Если не выдернуть, вот это здесь будет лес. Вот он. Сейчас попробую дёрну. Ух, нет, надо подкапывать. Видите, какое дерево уже выросло. Вот это вот клинки, которые растут в конце огорода в ярке. Но хочу сказать, что... Я вчера хотела, заикнулась, но мысль ушла. Вот эти клинки в конце огорода, они держат землю на нашем участке. Потому что дальше обрыв и корни этих деревьев держат, можно сказать, наш участок. С одной стороны, как бы, ну, сорняк, да, и много хлопот летит, летят эти семена. Вон, сколько серёжек. Это же всё полетит в огород. Вот, нужно всё это дело удалять. Но, в то же самое время, корни этих мощных деревьев держат нашу землю. Я вот сейчас вам пройду, покажу, чтобы вы понимали. Вот, посмотрите, вот наш участок. Дальше начинается там русло реки, которое захламляют и с той стороны. Ну, попросту говоря, мусорник. Вот, ну, корни вот этих деревьев. Вот я сейчас буквально на них стою. Вот там, вот эти деревья, вот они, эти клинки, они держат наш участок. Я ещё хочу здесь тоже, чтобы укрепить наш участок, нашу землю. Вот здесь вот вдоль посажу фруктовые деревья. Может быть, отчекрыжу отпилю вот эти ветки, чтобы они, ну, не мешали росту наших деревьев. Но спиливать, конечно же, вот это всё нельзя ни в коем случае. Вон сколько там дров. Вот лопух, видите, надо тоже убирать. И вот лопух. И это, друзья, я в том году, кто со мной давно на канале, когда мы только-только купили дом, я так торопилась очищать огород. Вот, посмотрите, есть видео, посмотрите, что здесь творилось. Всё было в чистотеле, в одуванчиках, вообще сплошняком. Я вытащила, наверное, тону этой травы. И хорошо, что я послушала людей, которые мне советовали всё это дело убирать за огород, а не оставлять всё здесь. И ещё были такие комментарии. Лена, просто копай, ничего не выдёргивай. Друзья, это неправильно. Если бы я ничего не выдёргивала, здесь бы что копала я, что не копала. Они лезут даже в том случае, когда я их выдернула. И чистотел лезет, который каким-то образом. Вот он, видите? Вот он прикопался к корени, я его не увидела. И он, вот он. Это такая гадость. Просто перекопать огород нельзя было. Нужно было только всё. Вот. Ой. Ну, ладно. Остался корень в земле. Потом. А вот клинок. Вот это то, что вырастает дерево. Вот. Так что, я, конечно, прислушиваюсь к вашим комментариям. Ну, наверное, где-то срабатывает интуиция. И нужно, конечно же, всё фильтровать. И я очень рада, что я с корешками, с ведёрком осенью всё это дело перетряхивала. И выбрасывала вот сюда. Вот даже куча. После зимы не сгнила. Осталась. Это вот та трава, которую я выбрасывала. Она была здесь выше забора. Это куча. Вот. Так что у нас сегодня солнышко. Очень тепло. Такой лёгкий ветерок. Я бы не сказала, что прям уж сильный. Ну, хотя вон забор шатается. Ну, приятный, приятный. Тёплый. Хороший. Вчера посеяла вот здесь ещё морковку. Посадила морковку, та, которая в ленточке. Ну, вот Танечка говорит, Лен, у неё очень плохая схожесть. Что-то в схожесть у такой морковки. Нашла вчера семена другой морковки. Просто не в ленте. И посадила. Вот опять. Видите, как у нас запотели. Там тепло. Так что сегодня вот такая у меня такой фронт работ. Немножечко поработала с яблони. Рассажу клубничку. Ну, я не знаю. Может быть, ещё что-то допридумаю сделать. Конечно же, вам всё покажу, всё расскажу. Субтитры подогнал «Симон»